КОТ ДА ВИНЧИ К сожалению, Том Хэнкс, равно как Одри Тату, Жан Рено и Ян МакКеллан, игрокам не достались. Игровой код ДА ВИНЧИ — это скорее приложение к книге, чем к фильму. Причем приложение, сделанное, как водится, в очень сжатые сроки. Разработку доверили крайне алчной, но талантливой студии The Collective. Он и известный своим богатым опытом в создании игр по лицензиям. Например, Индиана Джонс and the Emperor Tomb — это их рук дело. Так же, как и нынешний граффити-хит Mark Echo Getting Up. Задача перед разработчиками стояла следующая. За несколько месяцев, не пользуясь по возможности сном и едой, сделать интересную игру по коду ДА ВИНЧИ — и Collective практически справились. В интерактивный код ДА ВИНЧИ действительно интересно играть. Collective сотворили сумасшедший микс из квеста и экшена, и вдобавок непонятно зачем прикрутили к ним стелс. Большую часть времени вы будете решать многочисленные головоломки, совсем как в книге. Игрокам предстоит разгадывать анаграммы, изучать засекреченные надгробия, гадать на соборных мозаиках и исследовать знаменитую Монну Лизу, вооружившись ультрафиолетом. Пазлы — пожалуй, самая достойная составляющая игры. Их много, они разные, и их интересно разгадывать. Впрочем, с экшен-частью дела обстоят еще интереснее. Все взаимодействие с объектами в игре, а также драки, Collective позаимствовали у главного прошлогоднего шедевра — Фаренгейт. То есть, чтобы открыть окно, необходимо сначала с усердием долбить по какой-нибудь клавише, а затем непременно дернуть мышкой вверх. Это отлично работает на атмосферу. В драках же нужно очень быстро повторять различные комбинации, появляющиеся на экране. Если успеете все сделать правильно, герой набьет обидчикам морду. Не успеете — набьют ему. Все просто. В общем и целом, с геймплеем у Кода Дэ Винчи полный порядок. Талантам коллектив, как мы не раз говорили, не обделены, а вот графика заставляет пожалеть, что при рождении вам выдали глаза. Безжизненные низкополигонные манекены с неморгающими глазами сухо зачитывают весьма и весьма эмоциональные диалоги из книги. Причем диалогов тут очень много. В общем, нужно приготовиться к тому, что два из десяти заявленных часов геймплея вы будете откровенно скучать. С анимацией и заставками тоже все очень грустно. Персонажи не только разговаривают, но и движутся, как сбежавшие манекены. Заставки неплохо срежиссированы, но аниматорам явно не доплатили. Выглядят они дешево. Ко всему прочему, пока версия регулярно падает, зависает. Герои проваливаются по поясу в унитаз, застревают в картинах Моно Лизы и пропускают строчки диалогов. Не спасают положение даже действительно интересные бонусы. В общем, если вы готовы терпеть дикую графику и сотни багов ради интерактивной версии главного книжного бестселлера, то Код Де Винчи, наверное, надо брать. Всем остальным советуем просто сходить в кино.